Казалось бы, на дворе 21 век, и инновационные технологии развиваются семимильными шагами, особенно в Китае. Но многие китайцы, как и их предки, живут в землянках, причём с каждым годом таких экстремалов всё больше. Это обусловлено тем, что обнищавшие люди не в состоянии приобрести или построить полноценное жилище, и вынуждены искать альтернативные пути решения жилищного вопроса. Самыми бюджетными из всех имеющихся технологий оказались землянки или яодун – дом-пещера, которые всё чаще можно увидеть в пригородах мегаполисов или в полном захолустье. Как живётся детям подземелья современности? И действительно ли так можно сэкономить? Попытаемся разобраться и мы. Несмотря на то, что Китай является мировым лидером развития технологий и экономики, это не исключает тот факт, что в стране более 100 миллионов человек проживает за чертой бедности. И ещё столько же не всегда имеют достаточный размер дохода для безбедного существования. Таким людям особенно проблематично обзавестись собственной крышей над головой, потому что не все согласны жить в съёмных клетках или комнатах-гробах площадью до полутора-двух квадратных метров среди толпы нищих работяг. Изобретательный народ всеми силами старается изыскать альтернативные способы создания жилья, поскольку традиционная недвижимость им не по карману. Дошло уже до того, что вспомнили древний способ строительства землянок – яудун, что означает «дом-пещера», в которых испокон веков обитали китайцы. Тем более, что на территории Поднебесной до сих пор остались живы традиции возведения подобного жилища. Около 30 миллионов граждан страны до сих пор живут в пещерах и землянках. Правда, некоторые поселения уже совсем не похожи на те, что строились тысячи лет назад. Такая трансформация связана с тем, что неизменное стремление к комфорту и современная жизнь накладывает отпечаток на обустройство дома, даже если он и под землёй. Китайцы кардинально поменяли стереотипы, которые всплывают при упоминании о такого рода строениях. В их землянках тоже нет окон и повышена влажность, но уже не увидите плесень и сырости, буржуйки земляного пола или бревенчатого потолка в саже и копоти. Те, кто имеет работу и маломальски приемлемый доход, стараются обустроить вполне достойный интерьер. При этом к подобным поселениям подведены центральные коммуникации, так что вода, электричество и даже интернет с телевидением имеются. Цивилизация объясняется тем, что современные подземные посёлки расположены вблизи крупных городов, чтобы люди могли добираться на работу, да и находятся они на угодьях предприимчивых землевладельцев, которые и организовывают подвод всех этих благ. Естественно, за все эти услуги приходится платить. Плюс ко всему добавляется арендная плата за занимаемый участок земли и общие зоны пользования. Но поскольку наземных сооружений нет, то другие сборы и налоги жителям подземелья не грозят. А если учесть, что сам процесс строительства землянки намного проще и в разы дешевле традиционного дома, ведь не требуется создавать фундамент, возводить стены и делать крышу по всем правилам. Кроме того, такие строения можно смело назвать модным нынче словом «пассивный дом», который, имея природную теплоизоляцию, нет стен, выходящих наружу, является идеальным энергосберегающим жильём, позволяющим экономить немалые средства на отоплении зимой и охлаждении летом. Правда, придётся потратиться на надёжную систему вентиляции, ведь окон-то нет и бесплатные сквозняки устроить невозможно, а также необходимо постоянное техническое обслуживание, направленное на поддержание земляных сводов и необработанных стен. Малейшее упущение и дом может обрушиться, а на восстановление понадобится немало средства и времени. Интересный факт. Учитывая, что огромное количество граждан Китая проживает в землянках, несложно догадаться, что деревни и целые посёлки имеются во всех провинциях страны. Но одним из самых крупных и благоустроенных поселений является деревня Яньзалин. Современный подземный посёлок площадью 2400 квадратных метров появился нестихийно. Его возвёл землевладелец, который постарался, чтобы всё выглядело пристойно и больше походило на жилой комплекс. В итоге на его территории оформили 9 улиц с подземными кварталами, в которых в общей сложности создано 300 комнат, площадью от 5 до 10 квадратных метров. Такое себе общежитие из мини-квартир стало убежищем для одиноких людей и даже семей, которые за жизнь в подземных апартаментах платят владельцу около 50-170 долларов. Если сравнить цены со съёмом традиционного жилья, то в Пекине, например, за крошечную студию на окраине города придётся выложить 650 долларов, а в центре столицы за комнату попросят уже до 2800 долларов в месяц. Такие цивилизованные посёлки всё же ещё редкость. По большей части встречаются разношёрстные землянки в нелегальных поселениях. Но бывают и старинные деревни, история создания которых датируется бронзовым веком. Так, например, на Лёсовом плато, расположенном в северной части провинции Шэньси, там, где зарождалась китайская нация, до сих пор существует подземная деревня, жизнь в которой кардинально отличается от современных посёлков. Здесь обитают в основном одни старики и те, чей доход составляет не более одного доллара в день. А это значит, что на обустройство комфортной жизни средств нет. Зачастую вход в подземную лачугу даже не прикрывает дверь, не говоря о других благах или современных коммуникациях. Археологи утверждают, что первые землянки здесь появились ещё 4000 лет назад, хотя за этот период они перестраивались и постоянно обновлялись, но не так часто, как требовалось. Учитывая отдалённость от больших городов, в деревне не осталось молодёжи, а старики и нищие еле сводят концы с концами лишь за счёт того, что самостоятельно вырастили домашних животных, овощи и фрукты. Хотя самоизобретательные умудряются даже с такого скудного жилого фонда иметь доход за счёт сдачи землянки в аренду любопытным туристам, которые частенько наведываются в деревню. Сейчас подобная забава стала очень популярна среди любителей неординарного отдыха. Несмотря на то, что правительство страны не обращает внимания на жилищные условия детей и подземелья, но старинную деревню решили сохранить. На данный момент каждый уцелевший дом, старейшему уже 300 лет, признан культурным наследием, а само лёсовое плато объявлено заповедной зоной, которая постепенно превращает в туристическую достопримечательность. Субтитры создавал DimaTorzok